Всем привет! Меня зовут Юля Бандок. Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы говорим про стиль, про Стокгольм и про эстетику повседневности. В Стокгольме шведское лето, поэтому, видите, я тут не совсем раздета. Но сегодняшнее видео будет о том, как одеваться стильно в жару. Потому что я понимаю, не все живут в странах, где вечером нужен свитерочек или пиджак, а то и, знаете, иногда тренч и летнее пальто. Это не шутка. Единственный момент, который я хочу пояснить, что на мой вкус классно даже в жару одеваться немного элегантно. Я не могу придумать хорошее слово на русском языке, немного шик, шикарно, шикарно, как-то пафосно звучит. Короче говоря, собрано, не как будто вы на курорте третий день в одной и той же мятой льняной рубашке. Это совершенно окей, и курортный антураж, он уместен на курортах. Но так как я большую часть своего лета провожу в городе, я всегда думаю немножко по-другому. Мне всегда хочется, чтобы вещи все-таки имели какую-то структуру и не были слишком оголяющими. Так что, если вы хотите одеваться летом собрано и красиво, при этом неофициально и не показывать слишком много кожи, то продолжайте смотреть. Самое архиважное в летнем гардеробе это состав одежды. Какие составы я рекомендую на лето? Самые натуральные. Потому что, если вы не хотите просто упреть и истечь потом, то желательно отдавать предпочтение натуральным составам и более качественным тканям. Во-первых, хлопок, лен, смесовые ткани на основе хлопка, на основе льна тоже. И причем здесь нет какого-то магического состава. То, как будет вести себя ткань после стирки и на вас, зависит от финиша ткани. И тут нужно знать, может быть, конкретные бренды, конкретные изделия. А предугадать, прочитав состав, нельзя. Единственное, что если вы выбираете хлопок, то обратите внимание на хлопок поплин. Потому что он часто более высокого качества. Опять же, смотри, где покупать. Потому что это слово сейчас очень тиражируется. Но, как правило, поплин, он более такой, даже немного с холодящим эффектом. Более плотненький, непрозрачный и меньше мнется. По-моему, уин-уин на лето. То, насколько нам будет прохладно в одежде, зависит не только от материала, но и от посадки вещей. Если вещи в обтяжку, то велика вероятность, что вы будете в них потеть и пятна пота будут видны. Если вещи немного более свободные, то тут ничего подмышки наклеивать не придется, как советуют некоторые тикток-видео. Я знаю, что многие выбирают футболки, которые я люблю называть консистенцией сопли. Футболки с сопли. Они такие из очень хлипкого, тянущегося трикотажа. И мотивируют люди этот выбор тем, что я живу в жаркой стране, и мне вот только такие можно носить. На самом деле, даже футболка из более плотного, структурного трикотажа, вам не будет в ней жарко. Если вы обратите внимание на то, как она сидит, особенно в районе торса и подмышек. Чем больше воздуха гуляет между вами и футболкой, тем лучше, тем прохладнее. Еще один момент про футболки. Даже такая простая базовая вещь, она может быть более структурной и более элегантной, и более расхлябанной и сопливой. Вот запомните это слово. Все мои читатели инстаграма знают этот термин, потому что мы ржем про него каждое лето. Кстати, подписывайтесь на инстаграм, если вы еще этого не сделали. Там тоже много про стиль. Я наконец-то начала снимать прикольные рилсы, сторис и еще куча всего интересного. Какие у вас отношения с футболками? Вот меня прям это сильно интересует. Я каждое лето ищу самые идеальные футболки, самые классные, самые качественные, и никогда не соглашаюсь ни на какие сопли. Но мне интересно, вот какие вы предпочитаете? Может быть, есть какой-то бренд, который вам особенно нравится? Напишите обязательно в комментариях. Посмотрим, что там у нас по футболочкам этим летом. Я уже несколько лет ношу уместную и стильную базу от AIM Claw. Образы получаются сдержанные, ничего лишнего. Все как я люблю, потому что вещи лаконичного кроя и соответствуют максимальному количеству контекстов. А индивидуальность всегда можно добавить при помощи деталей. У AIM Claw свое производство, удобный сайт и бесплатный возврат. А сейчас у них идет сезонная распродажа. Загляните в раздел сейл и увидите скидки до 50%. А мой промокод BANDAK дает скидку на все изделия вне распродажи. Кстати, те самые футболки из плотного хлопка вы тоже можете найти в AIM Claw. А также очень классную теннисную юбку, которая села на меня как влетаю, что, кстати, редкость. Мне очень нравится соединять ее как с футболками, так и с кашемировым джемпером, который тоже от AIM Claw. И я ношу его с собой на случай прохладного вечера. В Стокгольме это не редкость. Следующий момент, который стоит учитывать, если вы хотите, чтобы летом он был прохладный и при этом вы выглядели стильно, это длина одежды. В частности, длина юбок и платьев. Казалось бы, мини, наверное, самая нежаркая длина, но это не всегда так, потому что солнце вам будет напекать. И, кстати, длина мини часто имеет свойство быть вот как раз-таки тоже слишком мягкой, слишком неструктурной в обтяжку и не какущей. Если вы хотите носить юбку мини, то выбирайте более структурные варианты. Например, актуальные в этом сезоне теннисные юбки или мини-а-силуэта. Или, собственно, и то, и другое. Как, например, вот эта серая юбка, которую я демонстрирую на себе. Кроме мини, пойдем длиннее. Вроде бы так не очевидно, но длина миди, она намного более универсальная. Кстати, если по юбке есть разрез, то за счет этого в ней будет гулять ветерок, воздух, вам будет прохладнее. Если ткань струящаяся, это тоже будет создавать такой вентилирующий эффект. То же самое относится и к макси, и к макси-платьям, и к макси-юбкам. Всегда желательно, чтобы был разрез, чтобы было больше движения воздуха. Но в целом это тот же эффект, как и со свободными футболками. То есть, как только между вами и изделием есть воздух, то, что надо. Говоря о платьях, тут, в принципе, насчет длины все то же самое, что и в юбках. Мини-миди-макси, и я отдаю предпочтение миди и макси. Но тут есть один важный момент. Платья именно этих двух длин, и особенно макси, часто делают в виде какого-то бесформенного мешка. Казалось бы, ну да, прохладненько, обдувает, воздух гуляет, все, как мы говорили. Но для вашей фигуры и для вашего силуэта такое платье ничего хорошего не сделает. Поэтому я бы все-таки советовала выбирать платье, которое что-то делает хорошее для вашей фигуры. Рисует какой-то силуэт. И если вы, например, не хотите оголять руки, есть варианты платьев и блузок тоже, но мы сейчас про платья, которые открывают плечи, но при этом закрывают руки от плеча до локтя. Я очень люблю эту модель, у меня несколько таких платьев, и рекомендую вам тоже обратить на них внимание. Следующий момент, я вам советую носить рубашки или блузки с длинным рукавом. Казалось бы, ну мы тут про супер жаркие страны говорим, откуда вдруг рука взялся. Но дослушайте меня. Если рубашка из очень тонкого натурального хлопка, если она мягкая и при этом довольно объемного для вас размера, то опять же та же теория гуляющего воздуха вам поможет. А также выбирайте рубашки каких-то светлых цветов. Например, у меня есть вот эта белая объемная рубашка, которую я ношу каждое лето. В ней вообще не жарко, в ней можно быть на пляже, при том ее можно по-всякому прикольно завязывать в разных вариациях. И она закрывает руки. Таким образом, мне даже не нужно пользоваться SPF в верхней части туловища. Так что супер рекоменд. Если вы не пробовали рубашки на лето и всегда старались максимально оголиться, я вам советую посмотреть на этот предмет гардероба немного по-другому наступившим летом. Вот у нас тут все никак не наступит. Опускаемся ниже. Что делать с брюками? Следите, чтобы не было ничего супер прилегающего в районе талии, потому что от этого вам будет жарко и неудобно. Я советую брать брюки на свободной резинке на поясе. Модели, например, палаццо. Или что-то расклешенное. Струящаяся ткань – это вообще ответ на все вопросы летом. Если вы хотите и прикрыться, и при этом, чтобы было прохладно. Но что же делать с шортами? Как бы шорты из струящейся ткани, они будут выглядеть как элемент ночнушки. Тут другое дело. Смотрите, какие у нас могут быть шорты. Например, льняные, хлопковые или джинсовые. Давайте обсудим каждый плюс и минусы. Льняные, в них не жарко, но они безбожно мнутся. Если у вас есть эти проблемки, то имейте в виду. Хлопковые шорты. Тут можно смотреть, какой плотности этот хлопок. Если они такие немножко стоячие, тогда они будут держать форму. Их можно классно сочетать с блузками, с широкими рукавами. И они не такие жаркие, как джинсовые шорты. Деним, конечно же, самый плотный и самый жаркий вариант материала. Если уж говорить о джинсовых шортах, старайтесь все-таки, чтобы они были не совсем в форме трусов, как часто бывает, а что-то подлиннее, если уж мы все-таки говорим об элегантном летнем гардеробе. А что с обувью? Конечно же, вьетнамки были, есть и будут. Их никто не отменял. Но, вспоминая ту цель, которую мы поставили себе в начале видео, выглядит собрано, выглядит стильно. Если мы продолжаем преследовать эту цель, тогда я вам рекомендую обратить внимание на сандалии вместо вьетнамок. Это может быть что-то минималистичное, что-то на липучках, кстати говоря, супертренд этим летом. Или что-то более женственное. Потому что вьетнамки, они все-таки более уместны в реалиях пляжа. Ну, не только, конечно же, но все-таки. У них очень пляжный флер. И поэтому, выбрав вместо вьетнама к сандалии, ваш образ сразу выиграет. Предположим, вы тоже живете в Скандинавии, и у вас вечерочками бывает прохладно. Я обычно беру с собой в сумку или хлопковый кардиган, или тонкий-тонкий кашемировый джемпер. Потому что его очень легко можно накинуть на плечи вечером или надеть. Тогда не будет зябка, если сидишь где-нибудь на веранде и попиваешь розовое вино. И в таких джемперах мне особенно нравятся молочные оттенки. Потому что это такой беспроигрышный летний цвет. У меня есть вот такой джемпер молочного оттенка, который я носила и осенью, и зимой. И вот летом, кстати, недавно тоже я его очень удачно с собой взяла. Мне кажется, что такая вещь все-таки в гардеробе должна быть. Что-то, что вы можете трансформировать в летний свитер. Господи, как это грустно звучит. Но вот у нас реально такое лето. Надеюсь, что в этом году повезет. Но я, как истинная мерзлячка, что в Эстонии, что здесь, всегда держу под рукой что-то, чем можно утеплиться и не мерзнуть. Даже летом. Прикол, конечно, видео про то, как одеваться в жару, а я про свитер рассказываю. Я имею в виду только для стагамчан. И всех, кто севернее. Ну и, может быть, в Питере еще. Ну, вы поняли. В Таллине подойдет. Ну и, чтобы не напекло голову, не забывайте про шляпу или бейсболку. Почему-то многие реально не отдают должного внимания головным уборам летом. А это так просто. Например, если вы добавляете в образ шляпу или бейсболку, или что еще может быть, козырек, то это часто делает образ более законченным. Это вообще такой небольшой лайфхак. Добавляем третью вещь в виде головного убора в образ. И он сразу же выигрывает. Попробуйте. Я очень люблю летом носить соломенную шляпу. Она закрывает все лицо. Не надо так сильно намазываться SPF кремом постоянно. И очень подходит к моим образом. Ну что, вот и все. Это были очень простые, быстрые советы. Если вы их используете, то ваше лето будет очень стильным, очень расслабленным, очень прохладным. Настолько, насколько это возможно. Я жду ваших лайков под роликом. Это меня всегда мотивирует на съемку новых видео. Также я читаю все ваши комментарии. Спасибо вам огромное за добрые слова. И очень жду вас и на моем телеграм-канале, где я в основном пишу про моду. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok